Очень не хочется сейчас связываться в дискуссию ни с уважаемыми депутатами, ни с коллегами, потому что мы только ломаем эфир. Я воспользуюсь этими несколькими минутами для изложения по своей точке зрения, что я вижу. Мы говорим часто об объективности. Вот в объективной реальности, если убрать все споры о постановках, легитимности Конституции, мы имеем первое. Мы имеем новый кабинет министров как факт, в новом составе, и мы имеем новую конфигурацию власти. Я имею в виду не государственные институты в целом, властвования, а конфигурацию, в которую входит новое правительство, новый состав коалиции, в которой теперь две политические партии, фракции, ну и попутчики, союзники и президент и его команда. Все остальное теперь мерцает, потому что оппозиция стала сложной. Очень сложно дать ей какое-то определение, конструктивное или неконструктивное, потому что для конструктивной оппозиции предполагается конструктивность власти. Какой будет механизм, я не понимаю. Мы не имеем программы, во всяком случае документ, который роздан и презентован, во-первых, документ отличается от презентации, потому что пример немножко другой, чем то, что в документе. А во-вторых, документ действительно напоминает скорее конспект коалиционного соглашения. Теперь самое сложное, о политической ответственности. Если я правильно понимаю, у нас есть оппозиция, которая в свое время выступила оппозиция к коалиции, их соглашению, это оппозиционный блок. Есть три политические силы, которые в оппозиции к власти, но ничего не сказали, не заявили в отношении того соглашения, которое они подписывали. Они разделяют эту программу до сих пор? Или они теперь выступают за смену курса в смысле новой стратегии? Если они разделяют старый курс, почему они не конкурировали за альтернативную коалицию? Почему не было этой интриги двух коалиций? Если же они выступают как оппозиция, то хорошо бы сформулировать политическую позицию. Я говорю о партиях. А теперь повестка вокруг. Для того, чтобы оценить, что сможет сделать новое правительство и новый состав власти, давайте просто пройдемся по перечню проблем. И начнем я с самого главного. Вопрос коррупции. Пока происходила коалициада, произошли и происходят изменения, которые говорят только об одном. Усиливается власть лично президента. Изменения в СБУ, изменения в Генпрокуратуре, уже изменения в силовом блоке и в Министерстве обороны. Перестановка фигур и снятие с повестки целого ряда вопросов очень резонансных. Такие как офшорный скандал, бриллиантовые прокуроры. Ну и еще ряд вещей. Я надеюсь, что бриллиантовые мы восстановим. Так как это важно с точки зрения позиции нового правительства. Первое. Справится ли правительство в конкуренции с президентом за эффективную антикоррупционную политику? Первое. Посадим их. Экономический сектор. Уже шла речь о наших возможностях по сотрудничеству с МВФ. Но нужно понимать, что от сотрудничества или не сотрудничества зависит вообще наша работа с любыми кредиторами. Потому что это зеленый свет или красный свет. Это не означает, что нужно полностью выполнять то, что мы раньше, ну грубо говоря, гарантировали. Но вопрос к кабинету министров и президентов. Мы будем ставить вопрос о пересмотре соглашения, об изменении правил. Что вытекало бы, наверное, из коалиционного соглашения, которое осталось старым. Или это вообще неизменный вопрос? Почему это важно? Потому что в акцентах премьер-министра, по сути, предложены новые подходы. Ну, например, пересмотр и реконсолидация бюджетных средств для новых государственных программ. Это предполагает консультация с МВФ? Или это наша воля? Второй важный момент. Новая региональная политика. Будут новые бюджетные механизмы для этой политики? Или речь идет просто об обещании? И вот таких вопросов, на самом деле, еще больше, чем ответов с точки зрения возможности этого правительства проводить экономическую политику. Ну и последний блок вопросов, связанный, собственно, с командной игрой и перечнем. Я совершенно согласен с Николаем Скориком, что в этом составе много интересных фигур. Многие из них мы знаем лично. Тем более, это действительно и по возрасту даже интересный состав. Но парадокс. Эти людей назначали в ситуации, когда они толком не знали ни программы. И, кстати говоря, как я понимаю, некоторые даже не знали, кто будет в итоге премьер-министром. Это просто говорит о том, что им еще предстоит перезнакомиться. Более того, самое сложное, те, кто работал в кабинете министров или в кабинете министров, знают, что на самом деле у каждого министра свои подходы, иногда свои инновации в инструментах реализации политики. А ведь это все бюджетируется, согласовывается в операционные планы. Так вот, коллеги, вот это все им еще предстоит делать. Я к чему подвожу, к вопросу об эффективности власти. На мой взгляд, вот все это упирается в эффективность не правительства, а коалиции. И, судя по всему, этой коалиции жить этак месяца полтора-два. Бигфордов Шнур, судя по всему, подарен Арсению Яценюку. Он вне парламента. Он получил пока маленькую странную индульгенцию, видя снятие вопроса от неудовлетворительной работы. Так, а вы и правда довольны прошлой политикой? Все? По документам, да. То есть, готовы ли новая коалиция? Мы не голосовали. Мы не голосовали. Мы не голосовали. Мы не голосовали. Мы так все хорошо. Вы, может, его не оценили взагалі. Совершенно верно. Его работа никому не подходит. Вы понимаете, что с вашими спорами в итоге стоит теперь еще позиция растерянных избирателей. Они его потребуют сейчас. Так оцените прошлый год.